А вы сколько хотите купить? Да, стакан. Какой? Маленький. По 15 рублей? Да. Телефон с диктофоном и камера за деревьями. С таким нехитрым вооружением наша съемочная группа пошла на эксперимент возле торгового центра ОТДО. Казалось бы, купить квас ничего необычного. Но буквально через три минуты в процесс вмешались полицейские. Заметим, мы их не звали. Сами пришли. Продавец обслуживала клиента без перчаток. Это нарушение санитарных требований поспешила объяснить. Руки очень потеют. Но средства защиты все имеются. У меня и маски есть. Вон они сколько. Вот у меня есть перчатки, которые я меняю. Вот у меня есть. Сейчас. Я просто очень подправлю. Вот у меня есть маски, которыми я меняю. Как бы не одна маска. Оксана Ширко торгует на пересечении улиц Кузнечной и Амурской. К ней у полицейских вопросов не возникло. Женщина в полной экипировке не только при виде покупателей. Всегда. Говорит, никакая жара не заставит снять средства индивидуальной защиты. Я вообще мнительная, поэтому как бы боюсь всего. Маску сейчас меняю, перчатки по истечениям. Уже смотрю, где что подорвало и сразу меняю. Соблюдать меры безопасности многих заставляет не только забота о собственном здоровье, но и административный кодекс. За нарушение правил поведения в рамках действующего режима повышенной готовности граждане заплатят штраф до 30 тысяч рублей. Юрлица выложат 300 тысяч. Если впервые допустил данное правонарушение индивидуальный предприниматель, ему суд, как правило, выносит предупреждение. Но есть и другие случаи. Раньше было больше правонарушений. Сейчас правонарушений намного меньше. Потому что они постоянно уведомляются, проводятся профилактические мероприятия, направлены на недопущение нарушений законодательства. Помогать пресекать такие нарушения просят и благовещенцев. Если вы стали свидетелем продаж без маски или перчаток, сообщите в городской отдел полиции. Правоохранители напоминают, просто находиться на точке без средств индивидуальной защиты продавцу можно, отпускать товар нельзя. Кристина Слепцова, Денис Лугов, программа «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова